МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поздравительница! Вот, на сюда. Пошли. До часа сегодня. Уже месяц в районе не может решиться вопрос с выдачей детского питания. Напомним, заминка произошла из-за смены поставщика. Прежний проиграл тендер, а новому понадобилось время на оформление документов. Перетолков в соцсетях за это время было немало. Наконец, 24 февраля в Истре открылся новый пункт на Кирово-7. Мамочки вздохнули с облегчением и отправились по указанному адресу. Найти его было непросто. Подойти к нему тоже. Но дальше больше. Так все хорошо. Только если маме не с кем оставить малыша, то, соответственно, она не может заехать с коляской в пункт выдачи. Новый пункт расположился в подвальном помещении. Попасть в него с коляской – настоящая ходьба с препятствиями. По неудобным ступенькам и узким поворотам. Внутри – антисанитарные условия и детское питание. Цены на которые кусаются. В магазинах его можно купить дешевле. Не проработав и дня, пункт снова закрылся. Как пояснил представитель поставщика, в Звенигородской компании «Курорт-база» неподходящее помещение было выделено администрацией района, а цены рассчитаны согласно техзаданию. Как же именно происходит ценообразование, с учетом того, что продукция поставляется с оптовой базы, выяснить так и не удалось. Известно лишь, что стоимость контракта, заключенного на полгода между муниципальным районом и новым поставщиком – 9 миллионов рублей. Сейчас районная администрация в срочном порядке подбирает другое помещение. Оно должно открыться в конце недели. Вход обещают сделать без ступенек, проезд с колясками по пешеходным дорожкам. Хочется верить, что с третьего раза удастся предусмотреть все нюансы. Елизавета Макеева, Денис Лесиков и Странет.ТВ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА